всем привет это free studio 21.com и я наконец-то нашла упражнение еще одно упражнение на слово образование постараемся образовать прилагательные я так понимаю существительные бог еще знает что и посмотрим что у нас из этого получится итак перед нами текст шоколад и посмотрим что мы имеем на каждой строке у нас дано как всегда по одному слову традиционный подход чем-то там шоколад большинство людей по всему миру любят его а некоторые люди даже считают его вызывающим зависимость как я это знаю давайте посмотрим ближе слова одеть одеть значит если его переводить одеть сейчас мы его выпишем одеть это зависимый зависимый от него может образовываться слова addiction addiction зависимость при помощи суффикса вот этого а также может образовываться еще слова аддиктив аддиктив вызывающий зависимость вызывающий зависимость и здесь у нас вызывающий зависимость но просто по контексту потому что это все здесь явно не подходит здесь нужно прилагательное аддиктив аддиктив едем дальше think about your friends and family it's highly чего-то там подумайте о своих друзьях и своей семье чего-то там крайне чего-то там что вы знаете кого-то кто его терпеть не может или кто его не любит как же началась эта вся эта любовь и так что у нас есть у нас есть слова лайклы лайклы это вероятно вероятно лайклы лайклы вероятно и у нас всего-навсего добавляется отрицательная приставочка вот здесь вот здесь и у нас получается он лайклы маловероятно или крайне маловероятно слова хайлы в данном случае просто усилитель играет роль усилителя здесь у нас он лайклы крайне маловероятно уже так маловероятно что дальше просто некуда дальше идем следующее кстати это адверб без изменения часть речи не меняется ну просто добавляется отрицательная приставка едем дальше the studio of chocolate began in the чего-то там rainforests of central and south america история шоколада началась в тропических лесах центральной и южной америки у нас стоит слово тропик 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 это тропик так оно и есть значит нам надо образовать от него прилагательное какие тропические поэтому я добавляю до него окончание вернее суффикс л тропикал тропикал вот таким образом вот мой суффикс и едем дальше тысячи лет назад местные жители смешивали зерна какао-бобы вернее зерна с какао-дерево с разными специями и водой и так что у нас есть у нас есть слово вери вери это глагол вери это глагол варьировать получать какое-то разнообразие творить разнообразие нам нужно образовать от него явное прилагательное какие специи разные разнообразные здесь можно было бы поставить слово different но у нас нет different у нас есть вери и я беру добавляю к вери вот такую вот вещь на конце и получаю various various вот таким образом далее да result was a better from the drink that was simulating a few mouthfuls was like drinking three or four cups of coffee и так результатом был горький острый напиток который был очень сильным стимулятором несколько глотков было все равно что выпить три или четыре чашки кофе так здесь ничего интересного едем дальше this special drink became very important to the natives and some чего-то там believe that only the highest members of society drank it значит этот специальный напиток был очень важен для местных жителей и некоторые history историки я так понимаю считают что только члены высшего общества пили его итак у нас стоит слово history история нам надо образовать что правильно нам надо образовать род занятий и вот здесь люди часто ведутся на удочку дело в том что мы все знаем что ага если род занятий значит давайте добавим окончание r или суффикс r и получим history r какой-то там что-то в этом духе так вот нет друзья мои здесь это не так дело в том что у нас во первых род занятий производится не от глагола а от существительного а когда от существительного тогда у нас другой суффикс вот такой и он и он у нас будет и у нас будет история 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 фактически у нас добавляется у нас добавляется вот только это дело вай как всегда но чередуется на ай и мы получаем то что мы получаем historiens кстати здесь множественное число едем дальше следующее when the first чего-то там arrived in south america and tried a drink they didn't like it at all значит когда первые европейцы значит когда первые европейцы прибыли в южную америку и попробовали напиток и он им совсем не понравился а значит европ европ это европа европ европ европа от нее образовывается слово европеец european european вот так оно будет почти то же самое что в предыдущем кстати варианте history historian europe european почему от существительного образовывается поэтому просто добавляется n вот таким образом europeans europeans естественно с большой буквы потому что это как бы национальность ну жители там континента скажем так далее нередлес дэй тюг дэя чего-то там back to europe with them эм несмотря на все это они взяли свое открытие скажем так назад в европу с собой у нас слово дискавер дискавер открывать делать открытие и мы все знаем что от него образовывается что правильно дискавери дискавер прибавляем к нему суффикс вот такой и у нас получается на выходе дискавери дискавери вот таким образом открытие или находка можно так даже сказать здесь можно даже находка говорить взяли свою находку с собой дискавери вот таким образом далее это там к напитку прибавляли мед сахар и ваниль дискавер в пекале Bhikl became популяр белый Get it значит это смесь быстро стала популярной среди богатых людей в европе значит здесь все немножко необычно к слову смесь прибавляется очень интересное суффикс, достаточно редкий, вот такой. Микстура. Вот откуда происходит слово микстура. Микстур. 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 Смесь. Что мы имеем на выходе? Мы имеем вот такой суффикс, он достаточно, ну, я знаю, редкий, нередкий, не могу судить, но он встречается, как бы то ни было. Теперь давайте проанализируем, что мы имеем. Мы имеем в основном существительные, которые происходят либо от прилагательных, либо от глаголов. Где у нас было происхождение от глагола? Ну, давайте посмотрим. Значит, add dict от глагола, vary от глагола, здесь прилагательное, здесь прилагательное, и mix от глагола mix. Смешивать, mixture, смесь. Что у нас происходило еще? У нас также от значит, от, 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 от существительных образовывались прилагательные или существительные. Смотрим. Где у нас были прилагательные? Прилагательные, так, а где же прилагательные-то? А прилагательных-то и нету. У нас существительное от существительного вот здесь. Существительное от существительного вот здесь. Где у нас еще такое дело было? И вот здесь, ага, major, прошу прощения, major это прилагательное, это существительное от прилагательного, это прилагательное от глагола, это наречие, оно вообще никак не менялось, можно считать. Дальше, ага, прилагательное от существительного, далее у нас прилагательное от глагола, существительное от существительного, опять существительное от существительного, существительное от глагола и существительное от глагола. Вот такая вот картина. Вот вам, пожалуйста, переход из одной части речи в другую есть. Суффиксальный способ образования слов есть. Префиксальный вот один, одно сирота, одна маленькая такая с отрицательной приставочкой. А в принципе, всё остальное, это львиная доля, это суффиксы и переход из одной части речи в другую. Вот такая вот штука. Ну, что на это скажешь? Как бы то ни было, в английском языке переход из одной части речи в другую – это реальность, это нормально и естественно. Равно как и употребление самых разнообразных суффиксов. Если вам что непонятно, если вы с чем-то не согласны, не стесняйтесь, пишите комментарии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.